Привет! Иногда от некоторых своих знакомых я слышу сетвание по поводу того, что вот, мол, Олег Григорьевич, я жалею, что, сожалею, что вовремя не начал с вами бизнес, который вы сейчас видите успешно. Жалею, что не вступил тогда, а теперь время упущено, смысла уже вроде как бы и нет. Я хочу вам сказать, что это ошибка. Ничего не упущено. Пока ты жив, у тебя есть шанс. Главное, ты живой. Все остальное не имеет никакого значения. Вы ловили себя когда-нибудь на мысли, каждый человек многократно это делал, поэтому вопрос риторический. Ловили вы себя на мысли, что вот, сделал что-то неправильно, и теперь, сожалею, вернуть бы обратно. Я помню, у меня была новая машина, я проехал на ней не более пяти тысяч километров, совершенно новая. В 1990 году с Жигулей, восьмой модели, ну, новьёк, только приехал с Мурманска в Крым в отпуск. И раздолбасил её, ударился об автобус по своей собственной глупости. Влево-вправо посмотрел, вроде всё, и выехал на дорогу, автобус, и я в него правым бортом когдал, и всю рожу свернуло влево мне. Всю морду у машины влево повернуло. И я вот это помню, состояние своё, когда я выскочил из машины, смотрю на то, что вот новый автомобиль, а у меня в машине полный багажник еды, вино. Значит, ну вот дома ждут меня, все за столом сидят, и я должен был приехать, и вот мы должны были там праздновать. И в состоянии предвкушения удовольствия я вдруг оказался в кошмарном положении. Горе нахлынуло на меня с такой силой, такой мощью захлестнуло меня это несчастье. Я смотрел на свой любимый автомобиль, доставшийся мне так непросто, и глазам не верил. Вот знаете, когда смотришь, а глаза не хотят, отказываются верить. Только что было всё новое, целенькое, и уже вот раздолбашено, и я не знаю, как всё это исправить. И вообще, можно ли это исправить. И здесь что-то такое, вот здесь, ну прямо, ну такая боль душевная, такая вот просто трагедия. Ещё бы немножко и заплакать. Ну нет, пережил, прошло какое-то время, боль утихла. После этого было множество других машин. Или был у меня такой случай, когда я ляпнул не то, что надо было, на службе. Сделал заявление, о котором потом горько сожалел. Руководство пришло и заявил в глаза, глядя. И совершил поступки, действия, которые... Потом, когда я вспоминал, долгие годы меня, как потом, сразу покрывался холодным, значит, от этого кошмара. Как я мог так сделать? Это отбросило меня в службе на целый год, может быть, с лишним назад. Я остановился в росте. Потому что я сделал такой вот необдуманный шаг. Под воздействием каких-то эмоций, это всё взял и совершил такой поступок. И я думал, мне кирдык не спал ночами, переживал, мучился. И всё время думал, ну секунду бы, вот-вот секунду бы. И над машиной разбитой стоял. И говорил, ну секунду бы назад, одну единственную секунду. Отмотать назад время и как-нибудь по-другому сделать что-нибудь. Не туда поехать, внимательнее посмотреть. Не говорить то, что я сказал. Нет, невозможно. Да что я вам рассказываю, такие весьма и весьма хилые примеры. Я знаю людей, которые совершили не там, не с того места, не туда. Неизвестно зачем прыгнул. Разломал себе позвоночник в дребезги. Девятнадцатый год лежит в постели. Свою жизнь загубил. Жизнь семьи загубил. Одна единственная мать Вокруг его прыгает, обслуживая его, бросив свою собственную жизнь, как жертву в ноги вот сыну, спасая своего ребёнка. Вот что такое один необдуманный поступок. Я когда смотрю на ютубе, иногда попадаются мне всякие вот эти приколы там и прочее, что творится с людьми, когда они падают и прыгают и лезут везде, голову свою суют во все дырки. И пацаны эти, и девчонки, что они творят? И что они потом получают за это? Просто оторопь берёт. Почему люди так бездумно поступают со своим здоровьем, со своей жизнью, судьбой? Ну и это всё детские лепят по сравнению с тем, что я хочу вам сейчас сказать. А я настроен очень серьёзно. Я уже взрослый человек и давно понимаю, какие-то вещи Бог мне открыл. Человек мне говорит, Олег Григорьевич, вам хорошо, и вот вашим людям хорошо, у них бизнес идёт. А я вот уже год в бизнесе, в компании, и черепашим темпом ползу куда-то, никуда не приполз. Что вот мне теперь делать? Я разочарован, я расстроен, я плачу, я страдаю, я мучаюсь, вот и не знаю, как найти выход из положения. Всем этим людям, ну самому себе я хочу сказать, ты счастливчик, ты везунчик, ты помеченный Богом человек, ты просто с печатью на лбу счастливый, расчастливый, потому что ты живой. И у тебя есть шанс. Пока ты жив, у тебя есть шанс. Но если ты умер, вдруг необдуманно умер, а умереть мы все можем в любую секунду, и не совершил действия, которые определят, где ты проведёшь вечность, вот тогда у тебя никаких шансов, вообще никаких. Я даю вам, не я даю, Бог даёт, миллион процентов гарантию, что шансов никаких. Вечность, вечность. Год, десять, сто лет, двести лет, пятьсот, тысяча, миллион, сто миллионов лет, триллион лет душа твоя будет мучиться в аду, и исправить ничего нельзя. И каждый раз ты будешь говорить, ну почему? Миллион лет я здесь мучаюсь, почему я совершил этот поступок? Почему я не сделал то, что мне говорили? Почему я не выбрал правильный путь? Почему я не верил? Почему? Вот где страшно.